Вот реально, мне понравились, проверенное годами, хочется пробовать что-то новое. Для меня это действительно очень важно. Я сразу начну с... Всем привет, дорогие девочки! Я Мария Винникова, профессиональный визажист из Киева. Сейчас живу в Лиссабоне, Португалия. Это информация для новых людей, которые видят меня впервые. И сегодня у нас такая классная тема. Мои лучшие туши по вашим запросам. Спасибо вам большое за такие классные запросы. Спасибо вам большое за поддержку здесь, в Инстаграм. Для меня это очень-очень ценно, вы знаете. И также вы знаете, что я всем-всем отвечаю. Я стараюсь держать связь со своей аудиторией. И для меня это действительно очень важно. Итак, сегодня у нас туши. Вы знаете, не могла раньше вам сделать это видео, потому что мне очень хотелось некоторые туши протестировать в периоде. То есть всё, что я вам сегодня даю, это, знаете, проверенное годами. Вот реально, некоторые туши, это будут просто годами, которые я там по четыре, по пять раз покупала. Это много, когда ты профессиональный визажист, потому что очень много выходит новых продуктов. Тебе всё время хочется пробовать что-то новое. И если ты возвращаешься три, четыре, пять раз к одной и той же туши, это значит, что она действительно классная. Я вас не буду долго томить. Я сразу начну с классных тушей. Сейчас расскажу, как мы будем классифицировать. И, знаете, захотелось делать такую классификацию от одного до десяти. Потому что, знаете, иногда хочется сказать, вот это прям почти очень хорошее, прям вот девяточка или восьмерочка. И просто сказать среднее хорошее или просто хорошее, вот этого недостаточно. И давайте с вами попробуем эту классификацию. Вы мне скажете, как вам подходит, не подходит, понятно, непонятно. То есть сегодня один – это самое худшее, и десять – это самое лучшее. Я вам десяточки сразу вначале рассказываю. Потом у нас будут супернатуральные туши, которые дают супернатуральный эффект. И в конце я вам обязательно расскажу про туши, которые люксовые, мне очень сильно не понравились, которые не стоят своих денег, чтобы вы понимали, покупать вам их или нет, и не тратили свои деньги зря. Вот, какие у нас будут критерии? Давайте пройдёмся. Значит, критерии – это у нас эффект, который нам даёт тушь. Условно, все туши делятся на удлиняющие и объёмные. Есть какие-то средние варианты. Вот средние я тоже люблю, вам сразу скажу. Вот, но в основном это или длина, или объём. И вы для себя сразу, наверное, должны понимать, что бы вы хотели получить от туши. То есть если у вас классные густые ресницы, и вам просто нужно немножко, образно говоря, подкрасить кончики, но это, кстати, не нужно делать, тут я говорю в плане эффекта, как бы, да. То есть условно вам нужно просто прокрасить кончики и показать всю длину ресницы, но сама густота, как бы, хорошая густота вам не нужна. Вот, или же, вот как у меня, у меня тонкие, достаточно густые, но тонкие ресницы, и поэтому я всегда отдаю предпочтение объёмным. Ну вот, из опыта скажу, по моим клиентам, у меня клиенты в основном это были славянского типажа девочки, у славянского типажа очень часто тонкие волосы и, соответственно, тонкие ресницы. И поэтому объёмные туши вот у меня всегда были в приоритете в моём бьюти-кейсе и для меня, и для моих клиентов. И средние туши, которые дают средний объём и среднее удлинение. Вот о них мы попозже поговорим. Вот, то есть мы рассматриваем туши, какой эффект она нам даёт, длину или объём, или средний вариант. Потом кисть какая, девочки. Кисть – это, наверное, самый главный параметр для туши. Знаете, как это ни странно, потому что именно кисть нам даёт эффект. Потому что у удлиняющих туши, там силиконовые, как правило, редкие зубчики, вот эти ворсинки, да, стоят. И объёмные туши, которые такой вот а-ля там натуральные ворсы, которые очень такие густые, густые и объёмные. То есть от кисти зависит всё, весь эффект. Даже не от самого продукта. Ну, именно саму тушь я имею в виду. То есть тушь тоже у нас бывает разная. Она может быть такая, знаете, более густая, более кремовая. Даёт такой более драматичный эффект сразу. А бывают, знаете, такие лёгкие, водянистые, как муссы, которые супер-нэчуро влажатся. И они очень мало отдают продукта на ресницу. То есть всё это как бы прекрасно, всё это может быть. Это всё зависит исключительно от эффекта, который мы хотим получить от туши. Либо это дневная тушь, либо это вечерний вариант. То есть я вам тоже по каждой туши всё-всё-всё проговорю. Далее у нас ещё такой третий параметр, как наслаивается тушь. Тоже такой, знаете, важный момент. Потому что бывает такое, что ты накрасил, вот допустим, супер-нэчуро тушью. Хочешь немножко добавить, а оно уже всё. Оно слепливает тебе ресницы, оно никуда не красит. И это тоже очень сильно раздражает. И надо этот параметр по своей туши понимать. То есть я вам тоже расскажу обязательно про каждую тушь в этом контексте. Также для меня очень важный параметр, вот как для профессионала, как долго тушь не высыхает и как долго она не осыпается. Это, знаете, такой вот, наверное, сначала идёт эффект, который даёт тушь, а потом вот этот параметр, как долго не высыхает. Потому что, девочки, все у нас сегодня будут люксовые продукты. Почему я не люблю масс-маркет туши? Даже если они дают неплохой эффект. Особенно, знаете, на классных ресницах, на объёмных, на густых, по сути, там какая-то супердорогая тушь не нужна. Потому что сами по себе классные ресницы, да. Но эта тушь, она начинает засыхать и осыпаться буквально на второй, на третий месяц. И это очень сильно раздражает. Потому что есть туши, которые по 12 месяцев не высыхают, девочки. Целый год. Несмотря на то, что на упаковке производители пишут 6 или 9 месяцев. Ну, 9, наверное, такого я даже не встречала. 6 месяцев в основном пишут с момента открытия, как бы, срок её. Но на самом деле они всегда занижают сроки для того, чтобы люди больше покупали. Вот, все профессионалы знают, что можно ещё несколько месяцев абсолютно спокойно пользоваться продуктом. По тушам это однозначно. Вот, и, так вот, и получается, экологичность использования какой-то дешёвой туши. Ну, девочки, ты за год её 4 раза покупаешь. И по итогу за год в периоде и в перспективе это будет гораздо дороже, гораздо больше денег вы потратите, чем вы купите одну классную тушь и на целый год. И будете каждый раз открывать и наслаждаться. Ну, это я немножко забегаю вперёд. Сейчас вам расскажу, какие же у нас такие замечательные туши есть. И последний, пятый параметр у нас, как смываются. Тоже, девочки, знаете, такой, на мой взгляд, немаловажный параметр, потому что какая бы классная, замечательная тушь ни была. Особенно это касается водостойких тушей. Я водостойкие вообще в принципе, в принципе не люблю, сразу скажу. Потому что они ложатся немножко по-другому, всё-таки там формула другая у них и смываются. Да, понятно, это смывается всё двухфазными или масляными смывками. Но всё равно чуть-чуть где-то остаётся на ресницах, ты это чувствуешь, ты это видишь. И есть просто обычные тушения водостойкие, которые тоже очень плохо смываются. И из-за этого тоже, девочки, я считаю, что не стоит приобретать или надо учитывать этот параметр, потому что каждый раз себе слишком натирает глаза каждый вечер. Тушью мы пользуемся достаточно часто. То есть мы там практически каждый день этим пользуемся. И даже те девочки, которые особо не красятся, обязательно всё равно в косметичке есть тушь. И когда ты постоянно вот это со стрессом её смываешь, там немножко ещё где-то теряются свои ресницы, которых не так уж и много там, то это просто безумно раздражает. Я считаю, что так быть не должно. Но есть действительно классные продукты, которые дают нам все эффекты. И хорошо смываются, и прекрасно держатся, и носятся. Не буду вас больше вдомить. Начинаем. Девочки, первая тушь, которая, знаете, она у меня самая-самая любимая. И, наверное, уже года три или четыре, ну три точно в пьюти-кейсе, это Gucci Labscore. Она у них одна, в одном цвете. То есть вы не перепутаете, не ошибётесь абсолютно. И она как раз вот 10 из 10 в нашем рейтинге лучших тушей. Она как раз средняя. То есть здесь, знаете, такая интересная силиконовая кисть. Очень удобная и комфортная по размеру. Вы помните, что кисть у нас важный параметр. Она идёт силиконовая вроде бы как на удлинение, но за счёт того, что часто и густо стоят вот эти волосочки силиконовые, она даёт и объём. Но объём средний. То есть она и среднюю длину, и средний объём. И это очень-очень хороший вариант, потому что она и наслаивается. Кстати, такой момент по наслаиванию важный, чтобы вы тоже не себе запомнили. Не нужно ждать, пока тушь высохнет. То есть наслаивание надо делать сразу же. Вот вы один глаз накрасили, второй раз накрасили и делаете сразу же первый глаз наслаиванием. Почему? Потому что по-сухому там уже идёт слепливание. Даже если самая классная тушь, какая бы она ни была, всё равно вот сухие реснички, они уже стали в определённом положении, они уже прокрасились. И тут у нас начинается ещё дальнейший слой и идёт уже большее слепливание. Вот поэтому просто сразу сделали, если вы там, допустим, на вечер делаете вечерний или коктейльный макияж, и вы точно знаете, что вам нужны такие ресницы по насыщеннее, по гуще, то вы просто сразу же делаете наслаивание. Тут, во-первых, девочки, и упаковка. То есть ты берёшь, ну это просто роскошная роскошь. У Гуччи прям очень красивая косметика. Просто вот, знаете, во всём. И качество самого продукта, и упаковки. Я готова лично за это переплачивать, честно вам скажу, потому что здесь всё это металлическое. Никакие надписи нигде не стираются со временем. Такое часто бывает в более дешёвых тушах, к сожалению. Это всё красивая золотая такая ручка, да, вот. Ну, то есть просто запаха практически нету. То есть я думаю, что она достаточно гипоаллергенная и очень-очень классно всё прокрашивается. Получается, почему она у меня такая любимая? Потому что вот этот средний эффект, он у меня подходил всем клиентам абсолютно. С густыми ресницами, с редкими ресницами. Очень классно вот эта средняя кисть размером, да, она очень хорошо подлазит под корень, да. Потому что ещё важный момент, девочки, как мы прокрашиваем ресницы. Даже если мы хотим получить супер-нэтчурал вариант, прям супер-супер-нэтчурал, и очень часто ошибку делают девочки, когда просто концы прокрасят. Ну, якобы там не видно, что вся ресница прокрашена, только концы прокрасим. Нет, так не работает. Структура волоска, который без туши, да, и который уже с нанесённой тушью, даже самой натуральной, всё равно выглядит по-другому. И по факту это видно, то, что мы прокрасили только концы. Поэтому всё равно вот красим полностью всю ресницу от корней. То есть буквально зацепляем там возле корней и протягиваем слегка такими зигзагообразными движениями. Для супер-нэтчурал варианта можно просто один раз пройтись, и всё. И, кстати, Гуччи нам может дать этот вариант, девочки. То есть сам по себе продукт здесь не густой. То есть она такая не вязкая, она не слишком жидкая. Опять-таки какая-то средняя удачная консистенция, которая, знаете, ну вот просто. Четно, вот в моей практике не было ни одного плохого отзыва на эту тушь. Абсолютно разные люди, абсолютно разные ресницы. Сколько у меня было клиентов. И у меня же, как бы, знаете, конёк моей деятельности. Это было обучение, это уроки макияжа индивидуальные. И я всегда рекомендовала вот эту тушь просто. Мне потом просто сплошные восторги были. Спасибо большое, что вы открыли для меня эту тушь. Потому что почему-то, ну, Гуччи косметика, те, которые увлекаются бьюти, знают, что это прям такая high-end, супер-лакшери бьюти-бренд. Вот. А те, кто не сильно увлекаются, то как бы и не знают, что вот у Гуччи настолько хорошие есть продукты. И она, девочки, не слишком дорогая. Если вы думаете, что она где-то 60 или 70 евро стоит, она стоит 38 евро. Ну, плюс-минус. Где-то там ритейлеры могут добавлять несколько евро. Но всё равно, ну, 40 евро. Окей. Но это же не 70, не 100 евро, понимаете? Вот. И эта тушь, девочки, внимание, самое главное. 12 месяцев, вот ровно год, она не осыпается. Ничего с ней не происходит. Никуда она не девается. Она сама не засыхает вот в тюбике, да? То есть ты достаёшь абсолютно прекрасный нормальный продукт. На ресницы наносится. Единственное, что будем реалистами, она уже к концу года просто чувствуешь, что меньше продукта набирается на тушь. То есть просто заканчивается сам продукт. Но сама она никуда абсолютно не девается. Я, вы знаете, уже просто в конце года заканчивала, просто уже выбрасывала, потому что, ну, мне нравится, когда нормально продукта вот наносится, когда я быстро всегда крашу, знаете, в жизни. Я люблю там пару раз взмыхнул и побежал. Потом мне уже как бы надо было просто подольше это делать. И вот это как раз тот вариант, который вы один раз в год покупаете классную тушь за 40 евро. Вы каждый день ею пользуетесь, знаете, там просто с удовольствием. Вы берёте эту тушь, вы наслаждаетесь. Она украшает туалетный столик. Она в руках прекрасно, прекрасно чувствуется. И вы целый год, потратив всего лишь 40 евро, получаете полный кайф и наслаждение. Только, девочки, пожалуйста, не пишите, что я так, знаете, продаю классно. Я тут ничего не продаю абсолютно. Это исключительно мой опыт, мои впечатления. И я абсолютно прекрасно допускаю, что могут найтись люди, которым мне понравится эта тушь. Абсолютно. Мы же все разные, ресницы у всех разные, пожелания, требования к макияжу у нас у всех тоже разные. Поэтому здесь я делюсь исключительно своим профессиональным опытом и видением. Так что номер один у нас, 10 из 10, это Gucci Lapscure. Очень вас попрошу, если кто-то купит и попользуйтесь, пожалуйста, напишите мне. Я всегда так радуюсь, я всегда так счастлива. Знаете, у меня просто уровень счастья поднимается невероятно, когда я знаю, что мои советы подошли, что мои рекомендации подошли. Это так круто, боже мой. Я прям радуюсь вместе с вами. Вот эту радость хочется приумножать. Так давно не снимала видео. И знаете, соскучилась, прям соскусилась. Девочки, настраивала. У меня же фотоаппарат. Обратите внимание на новую картинку, новое качество, новый дом, новый фотоаппарат. Я так долго настраивала освещение, чтобы хоть как-то мне картинка нравилась. Потому что для бьюти очень-очень важно, чтобы хорошо все было видно. Чтобы я вам могла все показать, все рассказать, чтобы слышно было хорошо. Ну, короче, спасибо вам за ожидание. Две недели у нас не было видео, поэтому спасибо большое. Я сразу решила вам дать такую классную долгожданную тему, чтобы, так сказать, отблагодарить вас за ожидание. Так, дорогие, вторая у нас супер классная тушь. Вам понравится, я обещаю. Даже из, знаете, такого низкого, ну, middle сегмент, но даже такой ближе к масс-маркету. Это клиник, новая вышла у них тушь, называется Hi-Fi High Impact Mascara. У них есть просто Hi-Impact Mascara, мы о ней поговорим попозже, я вам расскажу. Но вот это прям, прям, знаете, такая очень крутая и классная объемная тушь. Вот именно объемная. Здесь кисть идет, вообще очень понравилась форма кисти, вообще просто невероятно. Конусообразная. То есть получается, что она очень хорошо подлазит, особенно во внутренние уголочки, во внешние уголочки, там, где надо зацепить классно. Там, где чаще всего с какой-то, знаете, большой кистью у нас туда, ну, сложно пролезть, и мы там чаще всего пачкаем. Кстати, в конце видео я вам еще расскажу свои лайфхаки. Скорее всего, вы знаете, но все же проговорю, что делать, если вы случайно мазнули где-то тушью, чтобы не испортить макияж. То есть что нам нужно делать. Вот, и получается, что очень удачная форма, такая средняя кисть, не слишком большая, не слишком маленькая, средняя. И такие густые, хорошие тут ворсинки, которые вот именно объемные дают истории, какая ее особенность, девочки, которая не всем понравится. И я ей поставила восьмерочку. То есть от одного до десяти она у меня восьмерочка, хотя качество самого продукта классное. Получается, она уже где-то у меня полгода. Я прям хотела ее использовать, знаете, в периоде, чтобы вам дать, потому что она реально или 23, или 26 евро стоит. То есть она очень недорогая, и мне хотелось вот дать какую-то такую, знаете, недорогую, но прям классную тушь. Вообще бренд Клиник, вы знаете, это гипоаллергенная косметика, без запаха, без каких-то раздражающих ингредиентов. С линзами можно носить. Ну, а девочки, есть тут моментик. Вот именно эта хай-фай маскара, она идет с частичками микрофибры в самом продукте. Что это значит? Это получается, ты когда наносишь, там как будто, знаете, какие-то ворсинки, которые вот отклеиваются. Как будто что-то прицепилось к кисти. Первая реакция, это сразу там поснимать что-то у себя с ресниц, поснимать что-то с туши. Оно не слишком видно. Оно потом, когда ты нанес, вот я сегодня с ней с этой тушью, к сожалению, так далеко не видно. Я вам потом попробую поснимать еще на увеличение. У меня здесь есть теперь макро, девочки. Так что готовьтесь, макияжи, глаз и ресницы у нас будут в дальнейшем вообще крутые. Вот, и получается, что этих частичек по сути не видно, но могут людей раздражать. Вот, когда ты видишь чисто, знаете, интуитивно, вот может раздражать вот эта история с немножко такими частичками вот этой микрофибры. Поэтому я ставлю восемь. Меня это не напрягает. То есть я из того поколения, которое помнит еще у мамы ленинградскую тушь, у моей мамы была такая специальная еще баночка с такими версинками черными, куда надо было аппликатор сначала или потом как-то окунать, да, чтобы чуть-чуть эти частички приклеивались, и потом это все еще наносилось на ресницы. Конечно, это ужас был, это все было видно, и эта тушь совсем не такая. Поэтому, знаете, как бы я, наверное, сравниваю с тем, что было тогда и что сейчас, и понимаю, что это просто, просто perfect. Вот, единственное, что, девочки, смотрите, она со временем, помимо частичек микрофибры, у нас еще название стирается. То есть здесь немножко понятно, что экономия идет на упаковке, и понятно, что она не так классно, как кучи, у нас держится. То есть где-то через пару месяцев начинает стираться. Меня лично это тоже не напрягает. То есть все-таки для меня важна вот эта история по самому качественному продукту. Вот, ну, кому это важно, просто чтобы вы знали. В общем, суперобъемная тушь дает объем, почему еще не 10, девочки, потому что есть еще более объемные туши, про которые я вам сейчас расскажу. То есть она дает такой объем чуть-чуть выше среднего. Вот я так скажу. Еще такой, знаете, ремарков в защиту, так сказать, объемного предпочтения. Почему я еще всегда хотела объемное больше туши, даже для своих клиентов, которые с классными ресницами. Почему? Потому что длина, она все равно будет показана, потому что ты прокрашиваешь все равно ресницу темным цветом. И все равно ты длину покажешь в любом случае. А вот объем, если его нету, то ты его никак не нарисуешь. То есть объем у нас дается только объемной кистью и специальным продуктом. Поэтому следующая, девочки, у нас супер объемная тушь, которая вот в моем бьюти-кейсе и в моей практике профессиональной 9 лет, да, макияжем профессионального. Это YSL Blush Clash Mascara. Причем мне очень нравится коричневый оттенок. Он такой достаточно темный. А славянский типаж мне очень нравится. То есть он смотрится немножко помягче, чем черный. Потому что все-таки у классического славянского типажа у нас нет черного во внешности нигде. То есть даже мои брови, да, вот они кажутся черными, они на самом деле темно-коричневые. То есть это у меня натуральный цвет бровей. Вот, девочки, это просто супер объем, вот который, ну, я не знаю, мне ничего больше другое не давало. Скорее всего идет за счет кисти. Кисть большая, я прям сразу скажу, на какой-то маленький глаз она прям будет слишком большая. Потому что размер глаза, вы понимаете, у нас у всех разный. У меня, допустим, среднего размера глаз. И вот можете посмотреть, вот она уже для меня большая. Плюс на конце, ну, нет, ни форма, ни конусообразная. То есть она немножечко сужается ближе к концу, но не сильно. Поэтому куда-то подлазить под какие-то уголочки ею тоже сложно. Вот, и я ей поставила вообще шесть девочки. Сейчас я вам расскажу, почему. Она, конечно, классная. То есть кому важен объем, она наслаивается тоже по-сырому, как бы хорошо. Но она очень плохо смывается. Я не знаю, что здесь в формуле, что как. Она прям, знаете, я обычно смываю мицеллярное водой биодерма, которая для чувствительной кожи, там, с розовой крышечкой. У меня всегда прекрасно все туши смывались. То есть я специальную смывку для туши, я не помню, когда я покупала. Вот эту надо смывать либо двухфазной смывкой, да, вот когда-то масляная идет плюс водичка, либо какой-то вообще супер масляной смывкой. Я их не люблю, эти масляные, я вам честно скажу. Оно вот это все потом жирное, тебе потом это надо смывать. Вот, а мицеллярочкой смывается плоховато. И, девочки, почему шесть еще? Ну, скажу, она немножко подсыхает, вот где-то через месяца три. Ну, так, ты уже чувствуешь, что там сухой продукт. Она вроде бы не осыпается, она вроде бы нормально носится. Но, знаете, вот это вот само ощущение туши, когда вот, ну, ты наносишь вот как будто сухой кистью. Мне такое тоже не очень нравится. То есть я люблю чувствовать какую-то прокрашенность. Я люблю чувствовать, что я наношу продукты, наношу его без усилий и легко. А тут уже надо какие-то усилия прилагать. И, знаете, я думала, ну, может быть, мне попался там продукт какой-то там со сроком каким-то уже ближе к истечению, поэтому она быстро подсохла. Нет, мои девочки-клиентки тоже говорили, что немножко быстровато высыхает, как для такого уровня туши. Вот, поэтому где-то, ну, на шесть месяцев можно ее дотянуть. Тянуть, в принципе, неплохо, но чтобы вы просто имели в виду. То есть эта тушь, к сожалению, не для всех. Но, девочки, такой объем, как она дает, у меня просто тоже ни одного плохого отзыва в плане объема на нее не было. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание, для кого это супер актуально, то прям вот объемная как бы хорошо. Хорошо. Девочки, далее у нас следующая тушь, которая 10 из 10 тоже. У меня ее сейчас с собой нету, но, скорее всего, я ее куплю после клиник, наверное, раз уже в пятый или в шестой. Девочки, встречайте. Armani Eyes to Kill. Это тоже супер объемная, супер красивая тушь. Она дает объема немножко меньше, чем YSL. То есть я ей тогда, наверное, знаете, по-правильному поставлю 9. У меня тут специальный рейтинг, чтобы я не забыла. Вот, получается, что у нее такая средняя кисть, хорошая кисть с густыми ворсинками, которые, знаете, там ничего не склеивают. То есть она прекрасно наносится, прекрасно наслаивается. Девочки, внимание, тоже 12 месяцев никто тебе никуда не сыпется, не отпечатывается, не высыхает. Просто я тоже уже эти туши выбрасывала только потому, что уже год прошел, и чуть-чуть меньше продукта кладется, и просто вот я уже меняла. Обратите внимание, там как-то, знаете, есть несколько названий Eyes to Kill. Вот я говорю про ту, которая классику. То есть черная, просто в черной упаковке Eyes to Kill классику, не водостойкая. Там есть еще какая-то с красной крышечкой тушь. Это тоже какая-то другая, это не та. То есть я говорю просто про классический Eyes to Kill. Кстати, вот надо еще посмотреть, есть у них коричневый вариант или нет. Я бы взяла коричневый. Тоже такой, знаете, момент интересный. Почему-то не все бренды делают коричневые оттенки. То ли что-то там с формулами, тоже какой-то вариант. Потому что дальше я вам расскажу, были классные туши тоже именно в темно-коричневом варианте. Сейчас почему-то их нет, вот этих темно-коричневых оттенков. Вот, поэтому Armani Eyes to Kill, вот она до Gucci, пока я не узнала Gucci. Это была моя любимая тоже Beauty Case. Наверное, чуть ли знаете не с первого дня, как я стала визажистом. Я как-то для себя ее открыла. Вообще, в принципе, я люблю Armani Beauty. Вы знаете, это такой особенный и уникальный бренд. И у них действительно прям очень классные продукты. Вот, поэтому девяточка у нас. Armani Eyes to Kill. То есть объем, ну, почти, почти такой же, как у Lash Clash. Но я думаю, знаете, что, наверное, Lash Clash дает больший объем за счет того, что сама кисть больше. И там ворсинки как-то по-другому. Но все-таки Armani, она может большему количеству людей подойти. Потому что кисть поменьше, кисть поудобнее. Вот, и как бы практически такой же эффект. Так, далее у нас еще одна классная тушь, девочки, которой у меня тоже нету, но которую я бы с удовольствием повторила. Это Hourglass. Объемная тушь называется Caution Extreme Lash Mascara. Вот, получается, там тоже такая конусообразная кисть, уже без микрофибры, как это в клиник. Вот, тоже очень удобная кисть. Там какая-то, знаете, треугольная упаковка. То есть тебе очень удобно ее брать. Тоже она где-то год не высыхала. На тот момент все мои клиентки, вот кто у меня проходил уроки макияжа, все ею пользовались. Тоже никто никуда не осыпался, не отпечатывался. Там прекрасно носилась, прекрасно пользовалась. И вы знаете, что Hourglass это классный бренд, который, он такой очень экологик-френдли. Там очень хорошие ингредиенты, очень гипоаллергенные. Такие максимально там натурально как-то все это сбалансировано. И это такой не дешевый бренд. Но вот он именно за счет своих ингредиентов, вот он особенный. Потому что такого вот, ну как бы, не знаю, мне кажется, никакой другой бренд пока не делает. Поэтому вот обратите внимание, кто любит американскую косметику, то Hourglass Caution Extreme Lash Mascara прям тоже очень классный вариант. Далее, девочки, у нас такая подкатегория супернатуральная душа, я их назвала. Это, знаете, тот вариант, когда дневной макияж, когда повседневный макияж, когда нам не надо классный объем, нам не надо классная прокрашенность, да. Потому что тоже тут надо смотреть контекст макияжа всего, да. То есть, ну, Гуччи, например, она может нам сделать супернэтчерл, но это буквально там один-два раза ты проводишь, все. Вот, а Lash Clash она не сделает, там будет видно, что там есть тушь, там есть объем. Вот, поэтому, в принципе, я считаю, что у бьюти-любителя должно быть минимум две туши. Это вот одна такая супернатуральная на каждый день, и другая такая более нарядная для уже такого более серьезного макияжа. Вот, тоже одну из них, это Lancome Idol, я хотела использовать в периоде. То есть, она у меня уже где-то там скоро будет полгода, тоже хорошо выглядит, тоже не засохла, не осыпается, и она больше как бы на удлинение работает. То есть, здесь такая, знаете, изогнутая кисть, которая с такими достаточно редкими силиконовыми зубчиками идет. Вот, и за счет этого она, конечно, дает больше удлинения, чем объема, и выглядит очень-очень натурально. Сразу скажу, что к этому изгибу тоже нужно привыкнуть, то есть, не всем подходит, потому что, знаете, вроде бы как размер сделан на такой средний глаз, да, вот который по размеру я имею в виду, но вот на маленький глаз этот изгиб, ну, не очень удобен будет. То есть, все-таки ровная кисть, она более удобна, как бы, для, и привычна для нас всех. Но вот за счет вот этого изгиба, то есть, есть преимущество, оно хорошо подкручивает. На счет подкручивания я такой параметр не ставила по всем остальным тушам, потому что, в принципе, девочки, да, вот такие изогнутые, они немного лучше подкручивают ресницы, но подкручивание у нас идет еще за счет движения, да, то, что мы сами, как бы, прокручиваем, сами ставим свои ресницы, как бы мы их укладываем. Вот, поэтому, как бы, да, нам помогает эта тушь, которая с изогнутой кистью, она не слаивается тоже достаточно хорошо, но все равно она не дает его эффекты, которые вот дают нам предыдущие туши. Поэтому я ее отнесла к категории супернатуральная, удобная, ежедневная тушь. Вот, кто любит ланком, то, пожалуйста, вам вот такая вот хорошая тушь. Далее у нас, девочки, такая интересная тушь от бренда Илья. Вы знаете, я люблю этот бренд, он очень экологичный, он гипоаллергенный, то есть они такие прям умнички. Это американский бренд канадского происхождения. Limitless Lush Mascara. Во-первых, у них есть маленькие объемы, посмотрите, как удобно взять, попробовать, там, ну, месяца два она у меня точно есть, два-три, тоже она хорошо себя ведет, никто никуда не осыпался, ничего. Вот, и получается, что очень удобно попробовать, то есть она стоит гораздо дешевле, в путешествии удобно с собой брать, и ты можешь хорошо распробовать, так сказать, эту тушь, и будешь знать, покупать тебе полноразмерную версию или нет. Здесь очень необычные кистики, она с одной стороны тоже силиконовая, то есть она дает тоже очень натуральный эффект, объема практически не дает, она дает больше удлинения. Значит, тут идет больше похоже на расчесочку такую, то есть с одной стороны длинные зубчики силиконовые, и такие более густые, с другой стороны такая чуть-чуть изогнутость идет, и более редкие силиконовые зубчики. Получается, густыми ты можешь как бы расчесать, прочесать ресницы и как бы поставить их, разложить, а потом уже дать как бы больше продукта более редкой стороной. Ну, так знаете, когда вот ты рассказываешь, оно не сильно понятно, это надо вот прочувствовать и самому попробовать пронаносить эту тушь. Вот, поэтому, девочки, кто любит вот эти бренды, то тоже рекомендую попробовать. Очень приятно такими брендами пользоваться. Смывается она нормально, носится нормально. Вот, супер натурал эффект обеспечен. Ей и ланком я ставлю по пятерочке, просто потому что у меня личные требования к тушам гораздо более, так сказать, высокие, чем они нам дают. Но они тоже должны быть в нашем бьюти-кейсе. Далее, девочки, у нас категория туши хорошие, которые я пробовала, которые у меня раньше были долго, но сейчас их тоже со мной нет. Значит, смотрите, тоже такой средний как бы сегмент, средний в плане и стоимости, и эффекта, который дает. Значит, Клиник High Impact Mascara. Это просто, там у нас был Hi-Fi Mascara, да, это новая, которая вышла, а это их классика, просто High Impact Mascara, которая уже, я не знаю, девочки, сколько лет, но мне кажется, я только стала визажистом, это 9 лет назад, она уже была. Гипоаллергенная, хорошая, такая, очень средняя, объемная тушь. То есть у нее там средненькая такая кисть с ворсинками, как для объема. Дает нормальный, средний, хороший объем, тоже долго не высыхает, хорошо носится, хорошо смывается. И самое главное, что гипоаллергенная, то есть людям с линзами, с чувствительными глазами, вот этой тушью прям можно пользоваться. Я прям слышала и отзывы, и от аллергиков, и от людей с чувствительными глазами. Она у меня тоже долго была в бьюти-кейсе в начале, ну, потому что это, знаете, такой недорогой и беспроигрышный вариант. Вот поэтому, кто любит этот бренд, то вот обратите внимание, я поставила семерочку в своем рейтинге, потому что все-таки, ну, у меня же уже есть лучшие варианты, понимаете, уже есть Гуччи, уже есть Армани, и, конечно же, клиник им уступает. Но она тоже может быть, знаете, такой хорошей повседневной тушью. То есть один раз ты нанес, и все, и оно выглядит уже натурально, и выглядит хорошо. Далее у нас идет, девочки, тоже очень мне нравилось одно время, раза три я ее покупала. Это от Герлен, кто любит этот бренд, называется Mad Eyes. Есть в золотой упаковке, там такие, я думаю, вы видели эти туши. Был очень классный темно-коричневый вариант, который вот куда-то делся. Там есть какие-то вариации этой туши. Вот что-то недавно мне в Сифоре давали пробовать. Честно говоря, вот я люблю просто классическую, просто вот старую, обычную версию. Там немножечко меньше кисти, чем у клиник по размеру. И, девочки, я вам скажу, что маленькие кисти – это очень хорошо. Они, во-первых, везде подлазят, и там можно такой себе классный эффект сделать, именно маленькой кистью. Вот. И тоже она объёмная, средний объём даёт. Тоже всё отлично, всё носится, долго не высыхает. То есть, тоже в бьюти-кейсе у меня жила и прекрасно себя чувствовала. Тоже семёрочка, потому что есть уже лучше, более крутые варианты. Тушь тоже она давно уже. То есть, я думаю, что она просто… Ну, есть уже просто разработки более новые, поэтому для любителей бренда вот могу посоветовать. И что ещё я никак не доберусь, но я точно знаю, что это просто классная, обалденная тушь, хорошие отзывы. Я её там сколько в пробниках не смотрела. Это Nars Climax. Там мне очень нравится кисть. Но такая кисть немножко, знаете, нестандартная, она великоватая, и там прям такие длинные, вот эти густые ворсинки, как для объёмной туши. Не всем тоже может это подойти. Знаете, на что она похожа, девочки? Немножко на Dior… А, нет, хотя, наверное, нет. Dior Show у нас попозже будет. Понравились мне вот эти вот такие мелкие и длинные и кустые прям ворсинки. Мне нравятся в этой туши. И я хочу попробовать бренд Nars, вы знаете, классный, прекрасный. Мы до него ещё доберёмся, девочки. У меня тут в каждой сифоре этот Nars есть. Просто, знаете, у меня не было времени вот так вот обстоятельно и хорошо заняться каждым брендом. Но я это планирую прям идеалити. И Nars – это прям классный бренд. Поэтому вот обратите внимание, Nars Climax тоже давно это тушь на рынке. Хорошо себя зарекомендовала. Семёрочку став. Потому что всё-таки, мне кажется, она будет уступать моим любимым тушам. Следующая категория из того, что мне не понравилось. Это Chanel Noir Allure. Вот просто, знаете, это какое-то было разочарование века. Это достаточно новая. Тушь у них вышла, может быть, там пару лет назад, полтора года назад. Она такая красивая была. Знаете, вот там вот эта открывашка такая, как у помады. Ты берёшь вот так, нажимаешь. Она открывается. Тут тебе тушь выезжает. Кисть сама там красного цвета. Кисть была такая себе, знаете, очень редкие там были зубчики силиконовые. То есть она вроде бы как на удлинение больше была. Но суть даже не в кисти, девочки, разочарование, а в том, что она настолько быстро высохла. Мало того, что особого эффекта на ресницах, но потом просто и сыпаться начало и быстро. Я ещё тогда на радостях своей подруге лучше купила эту тушь. И она мне тоже говорила в отзывах о том, что она достаточно быстро высохла. Не везло мне с тушами Шинель. Напишите, пожалуйста. Я просто знаю, у меня и клиентки говорили, что Шинель Volume маскарад, ещё что-то прям любимые туши. Всегда классно носились, всегда классно себя рекомендовали. Вот не знаю, мне не везло. Напишите, пожалуйста, может быть, я всё-таки возьму, попробую. Может быть, я в каких-то неудачных местах покупала. То есть такое тоже может быть. В дютиках часто бывает, знаете, тебе там срок подходит, и ты это покупаешь, а она уже не свежая. Или часто, как это ни странно, девочки, в европейских магазинах а-ля бракард, вот такое я тоже встречала от своих девочек. Не очень они тут парятся по срокам, что самое удивительное и такое странное, конечно. И потом даже у меня одна клиентка, она ходила в этот магазин и показывала им по кодам, вот она проверяла эту тушь или помаду, по-моему. И они ей просто говорят, ой, ну мы не знаем, что это, мы не понимаем, как такое может быть. Хотя это их зона ответственности. Отвечать за то, чтобы продукты были свежие, чтобы срок годности не подходил. Поэтому вот такие вот истории, к сожалению, бывают. В общем, Chanel Noir Allure не рекомендую. Как это ни странно, вы удивитесь. Charlotte Tilbury Pillow Talk Mascara. Да простит меня мой любимый бренд, один из моих любимых. Девочки, ну тушь, я не знаю. Во-первых, она мне очень-очень сильно напоминала Gucci L'Epscure. То есть я думаю, что Charlotte прямо она вдохновлялась тушью Gucci. И упаковка даже. То есть все настолько там похоже. Только у Charlotte она там розовая, с золотой крышечкой. Какая-то кисть, я не знаю. Там какая-то она плоская. То есть вроде как тоже больше на удлинение силиконовое. Прокрашивает отвратительно. Ничего мне не захватывает. Ничего мне ни объема, ни какого-то, знаете, завитка не дает. Короче, вот прямо, наверное, даже не сам продукт, а вот из-за кисти неудачной. Вот просто она мне не понравилась. Хорошо, что у меня был пробник. Там в каком-то сете косметики я купила. У меня был там этот пробник. И мне хватило буквально нескольких раз, чтобы я сразу поняла, что нет, это мне тушь не подходит. Поэтому смотрите, пожалуйста, может быть, вы тоже берите пробники, берите travel sizes. То есть, скорее всего, там есть маленькие форматы, чтобы вы просто тоже для себя понимали. Потому что, ну, реально, девочки, на рынке столько классных продуктов. Вот я вам дала пять. Пять, десять из десяти. Но это реально много. Пять тушей на любой бюджет, на любую страну, вот, в Америке, в Европе, везде можно достать. Еще одна такая, знаете, вот вы сейчас будете удивлены, славно известная, которая очень популярная, очень крутая и классная тушь, которая Too Faced Better Than Sex. Я не рекомендую. Я расскажу, почему. Тоже на заре своей деятельности, как только я стала визажистом, у нас в мейкап-школе, у нас такая современная, очень продвинутая школа была. И у нас вот эти бренды все, Tarte, Too Faced, там еще Jeffrey Rush. У нас вот эта вся американская косметика там была, она такая яркая, красивая, мы там молодые все, нам вот этого всего хотелось, и, конечно же, Too Faced. Вот, девочки, сама по себе вроде бы классная тушь, и она сразу, вот ты только открываешь, она тебе сразу дает какой-то классный, объемный эффект. Кисть огромная, просто огромная, без заострения, то есть она какая-то прям вообще идет прямоугольная. Ну, я не знаю на какой глаз, честно говоря, ну, прям на очень большой глаз. И, девочки, буквально месяц-два она начинает как будто, знаете, подстывать, она начинает слепливаться уже на самих вот этих форсинках, и просто она тебе слепливает, скрашивает все ресницы, так что это вот так вот все получается. Конечно, можно потом расчесывать эти ресницы ершиком, можно там еще как-то там запариваться, но, честно говоря, меня это раздражает, потому что есть классные, хорошие туши, и, ну, зачем вот так вот через один-два месяца, то есть я не знаю, что с такой тушью будет через полгода-год, то есть явно там это все не выдержит, это дело, плюс такая вот огромная кисть. Поэтому мне лично не подошла. Напишите, возможно, у кого-то это любимый вариант, или кому-то нравилось. Я еще допускала вариант, возможно, эта тушь тоже была какая-то несвежая, но я потом где-то еще позже пользовалась, или покупала я ее специально, девочки, уже здесь, когда я переехала в Европу, потому что Too Faced, он практически во всех Sephora есть бренд, и покупала, и тоже мне вот такая же ситуация была. Поэтому я прям вот предостерегаю вас от нехороших покупок. Мое недавнее тоже разочарование приобретения, это Huda Beauty One God Mascara. Вот эта вот такая вот розовенькая, красивенькая, это под Барби, они ее выпустили. 23 евро она стоит. И вроде бы упаковка ничего, ничего с ней не сталось, ничего никуда не стерлось. Тоже, девочки, такие короткие силиконовые частички, ну такая среднего размера, в принципе, размер нормальный, на мой вкус тоже не хватает немножко заострения в конце, чтобы там хорошо подлазить. Вот, ну окей, ладно, кисть еще там как для удлинения, но девочки, тоже точно такая же история, как с Too Faced, Better Than Sex. Получается, что в начале, первый месяц она идеальна, она тебе сразу столько дает. Действительно, One Code, как они говорят, то есть это один слой, ты положил один слой, и у тебя такая прям прокрашенность нарядная. То есть это не ежедневная тушь, однозначно. Сразу нарядная прокрашенность, и получается, что через месяц оно очень начинает слепливать. Оно прям куски туши оставляет на ресницах. Поэтому вот тоже очень жаль, потому что она у меня, в принципе, не засохла. Вот месяца 4-5 она у меня есть, но пользоваться я ей не могу, потому что у меня есть другие любимые классные туши. Поэтому вот тоже, чтобы вы имели в виду какой-то такой, знаете, хайповый вариант, вот была она очень популярна, но вот который там тебе на месяц, и все. Это уже все. Это мы закончили эту категорию, которая мне не нравится, потому что все, мы дальше переходим к той категории, которую я еще тестирую, и хочу как бы чуть попозже вам рассказать. Диор Шоу. У меня хороший пробник, тоже не везло мне с ней раньше. Вообще на люксовые туши, девочки, мне катастрофически не везло. Я что не куплю, вот когда я в Украине жила, я не знаю, или как-то не везло с магазинами, или с чем, что не куплю, все через 2 месяца начинает осыпаться. Ланком, Шанель, ну Герлен, вот все-таки тот золотой был хороший вариант. Диор, ничего мне не нравилось вообще, и я просто вот не могла найти нормальные туши. Сейчас как-то их вроде бы больше стало. Получается, Диор Шоу тоже у меня тогда был, но там была какая-то другая кисть. Это какой-то, видимо, новая версия, потому что кисть такая, смотрите, достаточно большая, и немножечко сужается в конце. Спасибо большое. Я люблю такие вот густые, как бы кисти, которые много ворсинок, которые явно объемные туши, вот в принципе этого пробника, я думаю, мне на несколько месяцев хватит. Я его протестирую и вам расскажу, потому что вы так же, как и я, я знаю, любите бренд Диор, и хочется и тушать Диор, и еще что-то, и новые бронзеры вот у них вышли. Ну, короче, хочется пробовать все новое и новое. Девочки, кто сейчас пользуется, пожалуйста, расскажите, как вам. То есть я уверена, что у вас есть свои жемчужины, я буду очень благодарна, если вы поделитесь, потому что, знаете, вот этот опыт личный, он бесценен. И сейчас я вам поделилась своим, и так будет здорово, если вы скажете, вот эта вот тушь у меня была тоже классная, а вот эта не очень, чтобы мы тоже знали, что нам покупать или нет. Вот, и смотрите, давайте я вам еще покажу лайфхак, как убрать тушь. То есть кто знает, кто знает про этот лайфхак, то есть вы можете уже как бы не тратить свое время, а кто, допустим, хочет обновить знания или же немножко как бы что-то новое узнать, то давайте посмотрим. Итак, девочки, давайте лайфхак сделаю. Сейчас я специально тут на свой красивый макияж. Что у меня на губах, я напишу внизу. То есть я так поняла, надо все время писать, потому что вам нравится, вы спрашиваете, а я потом не помню. Поэтому, девочки, пишу в описании, там, где у нас список продуктов и всего. Все, давайте я вот так вот сделаю. Ну вот, как обычно это происходит в жизни, ты себе хорошенечко там можешь как-то мазнуть. Очень часто это меня так раньше раздражало, господи, ты там спешишь куда-то на работу, тебе надо там быстро накраситься, ты там 15 минут лишних поспал, а теперь тебе надо быстро накраситься, и обязательно ты там мазнешь себе тушью. Тут самый главный лайфхак, девочки, вот не трогать, как только ты ее мазнул, не стирать свежий продукт. Просто. Потому что тушь, у нее такая текстура, она начинает размазываться. Она делает тут огромное черное пятно, которое стирает наши красивые, злые макияжи, что мы здесь тончик положили, хайлайтер положили. То есть оно все начинает растираться, затираться. Тут самый главный лайфхак, переключить себя на что-то другое, то есть начинать делать там губы, или что-то еще, или там брови, что вы там делаете. И просто, чтобы буквально 2-3 минуты, вот пока я разговариваю, оно отсыхает. И оно потом гораздо, гораздо лучше снимается. Сейчас покажу, чем. Получается, первый у нас способ, такой более лояльный для кожи, более лайтовый, это ватная палочка. Просто обычную ватную палочку, сухую. Вот вы берете аккуратненько, и мы пытаемся как, недостаточно высохла, надо чуть-чуть подождать. Вот как ластиком она стирается. Давайте я еще что-то вам интересное расскажу про экологичность потребления. Давайте поговорим. Очень такая, знаете, вообще созреваю на видео про экологичность бьюти-шоппинга, и вообще в целом шоппинга. Очень актуальная тема, очень современная. Тема экологичности, она будет вообще идти больше, и больше, и больше, потому что ресурсы истощаются, и нам надо как-то регулировать вообще вот потребление, да. Потому что, я не знаю, там выбрасывать душ наполовину, ну, как бы, самый главный, знаете, для меня аспект экологичности, это не запрещать себе пользоваться чем-то, и не слишком ограничивать себя в чем-то, а просто пользоваться до конца. Это, знаете, такой классный лайфхак, то есть тоже тушь, которую Гуччи 12 месяцев. Ну, я могла бы ее там через 6 месяцев уже выбросить, и, знаете, вот, типа, ну все, уже срок прошел, или там через 3 месяца она у меня там не подсохла, ну все, через 3 месяца я хочу новую, я ее выбрасываю, и это очень сильно не экологично, девочки. Вот, а когда мы с вами уже как профессионалы знаем, что тушью можно пользоваться и 12 месяцев, и мы просто раз в год покупаем одну классную тушь, и ею пользуемся целый год, это получается и дешевле, и гораздо экологичнее, потому что вместо 4 туши или 3 мы купили всего лишь одну. Вот, поэтому, поэтому я и люблю люксовую косметику, девочки, потому что люксом мы пользуемся гораздо, гораздо дольше. Даже какие-то кремовые текстуры, даже помады, даже все, ну, оно все равно все дольше живет, гораздо, гораздо лучше выглядит, и гораздо лучше носится. Так, ну что, давайте пробовать. Смотрите, у меня здесь сложность еще такая в том была, я думаю, что ж такое, кожа не сухая, а кожа под кремовым хайлайтером. И это прям такая, знаете, история, что, ну, оно так хорошо не высохнет, то есть это более сложный вариант, чем вы бы положили просто, ну, вот сухая кожа, обычно я хайлайтер кладу уже после туши, то есть вот как раз во избежание вот этих вот вариантов, когда под кремовым хайлайтером ее стереть гораздо сложнее. Ну, мы с вами же должны самые сложные варианты попробовать, да? Поэтому смотрите, сначала пробую как ластиком стереть. Получается плоховато и немножко натерлась, ну, вообще в сухом варианте, на сухой коже оно будет хорошо. Вот, и то, смотрите, достаточно неплохо, неплохо она подстерлась. Надеюсь, она видно хорошо. Так, чуть-чуть консилер промокнем. Вы знаете, взяла зеркало, уже видно все, что тут происходит. Угу. Смотрите, максимально все, что я могла, я сделала ватная палочка. Ватная палочка, она очень мягкая, лояльная для кожи, если не помогает. Вот как у меня сложный вариант, не получилось стереть. Берем ершик. Для бровей чистый, обычный, nothing special, просто обычный ершик для бровей и аккуратненько, легонечко, тут ключевое слово легонечко. Мы проходимся по нашей туши и мы, как бы, знаете, подстираем. Немножечко, как бы, кожа, она не царапается, но немножко, знаете, все равно-то он не сильно же мягкий, этот ершик. Вот, поэтому аккуратненько. Знаете, когда отпечаток туши вот не такой, как у меня размытый, а такой, как, ну, вот полосочка прицельная какая-то, да, там, где много продукта, оно сразу же будет стираться. И вот, как у меня сложный вариант, такого размытого, как бы, варианта туши, то я вот аккуратненько, аккуратненько вот так вот причухиваю. вот, вот, Смотрите, вам, может быть, не видно, но я слегка-слегка вижу вот этот отпечаток, который чуть-чуть темный, да, я потом могу сверху вот так вот пройтись пальчиком, немножко, как бы запечатать. Там у меня еще хайлайтер влажный, красивый. Вот, все, и практически, практически ничего не видно. Бывают такие варианты, что можно взять бьютик, допустим, с остатками консилера или тончика и чуть-чуть, как бы, сверху запечатать, чуть-чуть пропечатать, не растирать. То есть, самое главное здесь, это не растирать эти наши варианты. Я надеюсь, что я была вам сильно полезна сегодня, девочки. Вот, очень счастлива, господи, счастлива, что наконец-то мне нравится картинка, которую я вижу на экране, наконец-то мне нравится, как все выглядит, и я вам уже могу записывать макияжи. Что у нас будет, давайте сделаю вам анонс, чтобы вы уже понимали. Следующее видео я вам обещала и сама очень хочу. Обзор и макияж у нас будет продукта Вестман Ателье. Буквально я прям целую пачку вы видели в Париже я накупила, прям на пробу взяла. К сожалению, не все продукты мне понравились, представляете, есть некоторые, которые, ну, ну, так себе, для жизни немножко сложновато их носить, поэтому я вам все расскажу, покажу Вестман Ателье и хочу сделать очень актуальный запрос по свадебному макияжу. Мне вот девочки прям писали, что он такой, знаете, это будет макияж натуральный для, не только для невесты, но и для подружки невесты, для натуральной фотосессии или просто вам вот ежедневный, ну, может быть, не ежедневный, но такой, знаете, более нарядный, но он будет очень натуральный по оттенкам, потому что свадьба это всегда что-то супер такое натуральное, супер такое свеженькое, вот, и вот этот макияж еще хочу, потому что девочки говорят, у нас все уже там в июле свадьба, надо делать макияжи, вот, у меня часто клиентки мои, которые по урокам макияжа, они где-то, допустим, за границей они выходили замуж и они сами себя красили, потому что сейчас уже, конечно, украинских бьюти-мастеров гораздо больше в Европе, до войны было меньше и найти кого-то там даже в Австрии, в Германии это было прям прям челлендж, было сложно, вот, поэтому у меня девочки красили себя сами, вот, и здесь мне тоже писали девочки, что там тоже в каком-то городе находятся, где нет классных мастеров и будут красить себя сами, тоже отличный вариант, прекрасный, вот, вот это вот все, что я вам готовлю и по очкам еще хочу подборку, то есть девочки, у меня три таких, знаете, горящих видео, которые я хочу вам, хочу вам пораньше, побыстрее сделать, пожелайте мне сил и удачи, потому что мы переехали в новый дом, боже мой, сколько вопросов по дому, девочки, я вам передать не могу, это не квартира, и мы вот уже три недели, тут еще был день рождения мужа, мы разбирали эти все вопросы, мы как-то все это налаживали, вроде бы более-менее все завершили, дорогие, всего вам самого наилучшего, пишите, как вам картинка, как вам звук, как вам моя подборка, и давайте поделимся своими классными вариантами, всего вам самого наилучшего, пасся мои день, пасся мои,